Доброго времени суток, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на танке СТБ-1 на карте Химмельсдорф. Данное сражение весьма интересное и непредсказуемое. А конец вообще должен, ну, вас очень сильно поразить, потому что, ну, такого исхода лично я не ожидал. Ну и также не забывайте, что у меня есть телеграм-канал. Сейчас очень важно на него, в общем-то, наткнуться, вступить в него, потому что сейчас, вот, не знаю, как у вас, а у меня вообще YouTube работает странно. То есть исчезают аватарки каналов, картинки там разные на YouTube и так далее. То есть это означает, что, в принципе, есть все-таки довольно существенные еще шансы того, что YouTube рано или поздно заблокируют. И телеграм-канал, конечно, очень сильно поможет нам, в общем-то, встретиться там, не потерять связь и, соответственно, узнать дальнейшие действия. И также, друзья, вы можете выиграть золото под видео. До сих пор такая возможность доступна. Всего лишь посмотрите видео и в комментарии укажите свой игровой ник. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте Водхаб. Но не забывайте заходить в раздел бонусов, где много разнообразных халявок, включая розыгрыши, премтанков и голды. И также есть барабан бонусов. И давайте, конечно же, его крутанем. Посмотрим, что он выпадет. И падает ПТ-САУ. Отлично, это премиум танк. Конечно же, мы его забираем. И каждые 24 часа можно крутануть барабан бесплатно и выиграть какой-либо приз. И давайте пооткрываем еще немножечко кейсы, наверное. Наверное, тот кейс, который я открывал, куда он делся. Ну ладно, давайте этот. Ну и быстро. И сразу по три штуки. Так, 100 золота. Вот так, на 44 рубля. На 269 рублей. Ну же, давай. О, премтанк. Итак, друзья, сегодня мы поговорим о венгерской ветке танков средних. Соответственно, такая ветка действительно, я думаю, внутри Wargaming разрабатывалась. Но по-прежнему еще она не вышла. Но все-таки можно ее ожидать в ближайшем будущем. Того, чтобы она появилась в World of Tanks наконец-таки. И даже есть некоторые характеристики. Естественно, они все тестовые. Не до конца еще дописанные. Но, тем не менее, можно с ними ознакомиться и сделать какие-то выводы. И, в общем-то, давайте начнем с седьмого уровня. С танка под названием 44М ТАСС. Данный танк по внешнему виду похож на какую-то Пантеру. То есть, на немецкий танк, только зеленого цвета. Возможно, это некоторые, соответственно, разработки немецкие позаимствовали. Венгерские инженеры. И что же есть тут такое интересного? Ну, 180 уродно. В принципе, не так уж и плохо, как до СТ-шки. 145 пробития на основных снарядах. 194 пробития на Галде. Очень хорошая УВН, минус 10 градусов. Также очень хороший набор скорости. 19 лошадиных сил на тонну и 47 км в час максималка. Также тут по броне ее особо нету. 100 мм во лбу, корпуса и башни. Но, в целом, мне кажется, что больше танк этот проходняк. Так что идем дальше. Тут у нас восьмой уровень. 44М ТАСС Корбуды. Интересное название у этой. Машины. И вот тут вот характеристики чуть поинтереснее. Во-первых, ну, по внешнему виду, это опять-таки какая-то Пантера. Но тут имеется 240 уже урона. В среднем 200 пробитий и 245 на Галде. Но самое интересное, то что тут имеется барабан, я так понимаю. Время перезарядки барабана 4 секунды. Что очень быстро, кстати. И, в общем, интересно было бы посмотреть, как реализован барабан. Потому что он тут какой-то нестандартный такой ощущение. Возможно, какая-то новая механика. И точность 034, время 2 секунды. То есть, в целом, орудие довольно любопытное. То есть, явно оно нестандартное. С барабаном. Еще и Вен хороший, минус 10 градусов. Но идем дальше. А вот дальше мы можем видеть, что тут идет некоторая такая вот перестановочка из немецких танков в советские. Возможно, ну, венгерские танки раньше, в общем-то, пользовались какими-то технологиями немецкими. А потом, все-таки, решили пользоваться советскими, может быть, после победы Советского Союза. Девятый уровень. И, опять-таки, ну, орудие тут весьма нестандартное. Во-первых, танк называется Project 88. Ну, то есть, проект 88. 28, 280 урона, 225 на обычных снарядах, что, конечно, мало до 9 уровня. 270 на голде. И, опять-таки, тут имеется барабан. Что довольно любопытно. При этом, 4 снаряда в барабане. И это, конечно, удивительно. Перезарядка между выстрелами тут, по-моему, 4,5 секунды. Я так понимаю, 3 секунды. Ну, тут не совсем понятно, что описание, соответственно, тут такое немножечко размытое. Но, тем не менее, будем считать, что, короче, барабан у этого танка с довольно долгой перезарядкой. Но зато 4 снаряда. Также хорошая точность на 33, что удивительно. Все-таки это советский танк. И время съедения 2.1. Также очень хорошая УВН, минус 10 градусов. По внешнему виду этот танк очень сильно похож на Объект 430. Ну, не знаю, как вам, но мне прям кажется, что это некоторая копия Объекта 430, но только с барабаном. И вот это вот уже любопытно. Но идем дальше. И дальше еще любопытнее. Потому что нас ждет проект Сону, Project Storm, 10 уровень. И тут у нас 5 снарядов в барабане. Придфет 320. И при этом 255 у нас пробития на основных снарядах и 310 на голде. В принципе, тут все с пробитием в порядке. Но, как вы понимаете, 320 урона и 5 снарядов в барабане. Это уже довольно-таки серьезная огневая мощь. При очень хороших УВН. При этом тут башня какая-то непонятная. Не похожа на советскую. Наверное, какие-то некоторые другие разработки. Соответственно, тут хороший УВН, минус 10 градусов. И, ко всему прочему, по броне 240 мм во лбу башни и 100 мм во лбу корпуса. При этом в бортах корпуса 100 мм, тоже в бортах 200 мм. Естественные характеристики примерные. Также максимальная скорость 50 км. И также, в целом, довольно хороший набор скорости получается. Ну, в общем, практически по всем параметрам имба. И такие вот дела, друзья. То есть, венгерские танки вполне могут появиться в нашей игре в скором времени. Это будет настоящий такой вот некоторый удар по советским танкам. Потому что, как мы можем видеть, они, по сути, эти венгерские танки взяли лучшее из советской техники. Но при этом добавили сюда барабан с пятью снарядами. Что довольно-таки любопытно. Ну и давайте рассмотрим конец боя. Я, на самом деле, удивлен, как игрок тут смог в итоге раскрутить всю эту ситуацию в свою пользу. То есть, он явно проигрывал. Но противников было больше. Они еще и захватывали базу. Но повезло, что Е4 выстрелил непонятно куда. И игрок этим, конечно, воспользовался. Загуслил по Т-шку. И спокойно с ней, в общем-то, расправился. Такие вот дела, друзья. Посмотрим результат на всякий случай. Кому интересно. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Так же, как и я. Ссылка в описании.